Счастье в масштабе страны Счастье это умение преодолевать несчастье и проблемы. Вы все знаете какие главные проблемы России. Это дураки и дороги. Последнее время нас пугают иностранными названиями, такими как диверсификация и коррупция. На самом деле диверсификация это зависимость нашей экономики от других стран. Это наша несамостоятельность экономическая. И происходит она от того, что мы не научились правильно работать. Быть внутренне самостоятельными. Не подражать кому-то, а заниматься творчеством самостоятельно. И если говорить о недавнем нашем времени, то большинство наших чиновников предпочитало воровать, а не созидать. И вот эта тенденция это есть одна из главных проблем России. На самом деле и дураки и дороги это и желание украсть. Когда человек это хочет, он притворяется дураком. И тогда начинается развал всего. И экономики, и политики. И в конечном счете нашей души. Поэтому то, что называется диверсификация, это есть независимость нашей страны в экономике. Это есть творческое отношение ко всему. Коррупция это обыкновенное воровство. И происходит оно из потребительства и нежелания созидать самому. Это по сути дела языческое мышление, корнем которого является не больше получить, взять себе, а не отдать. Поэтому то, что сейчас происходит и началось в этом году с Россией, когда Запад ополчился на нашу страну, это есть по сути дела огромное благо. Потому что Россия сейчас имеет шанс воспрять и духом, и экономически стать самостоятельной страной. Да, какое-то время будет трудно. Какое-то время, так сказать, и цены будут высокими, и проблемы будут у многих. Но мы не утеряем самого главного. Желание сохранить свою душу, которая у русского народа на первом месте. Желание стать независимыми, истинно быть независимыми. Желание нравственность поставить выше куска хлеба. К сожалению, на Западе происходит обратная тенденция. Материальное начинает душить и нравственность, и душу, и все то, что называется человеком. Поэтому, в принципе, с Россией происходят благотворные изменения. Это называется то, что я всегда поднимал тост. Чтобы Россия встала с колен не только экономически, но и духовно. И вот Россия встала с колен духовно. Около недели назад произошло совещание, на котором говорилось о том, что российская культура должна быть не средством развлечения, как на Западе. Она должна быть неразрывно связана с нравственностью, с воспитательным процессом. И это очень важно, потому что это и спасение нашей страны. Поэтому тенденции, очень серьезные положительные тенденции в России наблюдаются. И в связи с этим я очень рад и за Россию, и за нас, проживающих в этой великолепной, чудесной стране. И всем я вам желаю здоровья, счастья и исполнения желаний. Главное желание – это любовь в душе. То, что мы называем здоровьем – это счастье для тела. То, что мы привыкли называть счастьем – это счастье для духа. Это благополучная судьба. А самое главное счастье – это счастье для души. Называется оно любовь в душе. Поэтому я всем желаю, чтобы любовь в душе сохранилась и не была утрачена. И в конечном счете, для того, чтобы сохранить любовь в душе, для того, чтобы преодолеть какие-то проблемы, нужно улучшать свой характер. Каждому из нас и России в частности. Когда главная задача перед Россией – это улучшение характера, это изменение менталитета отношений к миру, к себе, к собственным гражданам. Я надеюсь, в следующем году это произойдет. Кстати, одно из хороших средств воспитания характера, улучшения характера – это не увлекаться алкоголем. Поэтому новогоднее поздравление я делаю чаем. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю в этом году всего самого лучшего, любви в душе, изменения характера к лучшему. Но на семинаре мы об этом поговорим. С наступающим Новым годом! С наступающим Новым годом!